МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему Мишель Обама и Ангела Меркель никогда не носят с собой и шубы? Что общего у герцога Альбы и президента Обамы? Асимметричный ответ Ивана Грозного. Санкции, они, конечно, были обречены на полный провал, потому что он просто перекрыл Балтику. Мы на санкции плевали на кубинском карнавале. Опыт Ирана и нефтяные интересы. Жизнь под санкциями. Возрождение Джексона Веника. Когда американские войска находятся на территории Германии, то это не оккупация. Налицо двойные стандарты. Российский контрсанкции. Я проснулся поутру, не увидел фуагру. Полетит вся аграрная европейская политика. История санкций. От Древней Греции до наших дней. В программе «Ответный удар». Европа тоже думала, что вводит санкции против России, пока не пришло время за них расплачиваться. Народная мудрость. Президент самой могущественной страны в мире Барак Хусейн Обама был в ярости. В ответ на американские санкции против России русские запретили по всей стране считать Барак жильем. Это, конечно, анекдот. Но санкции всегда ударяют по обеим сторонам. История экономических санкций насчитывает более 2,5 тысяч лет. Первый случай был зафиксирован еще в Древней Греции. Когда Афины объявили санкции против соседнего Мегара, главного поставщика зерна. И кончилась эта история знаменитой Пелопонесской войной. И Афины запретили кораблям из Мегар швартоваться и разгружаться у берегов Афин. Это были самые настоящие экономические санкции. Другое дело, что эти первые зафиксированные в истории письменно-экономические санкции не принесли счастья никому. А вот дата введения первых экономических санкций против России со стороны Европы известна точно. Это 1558 год, когда государь Иван Грозный начал Ливонскую войну за выход страны к Балтийскому морю. Кстати, тогда же началась и первая информационная война против России. В специально выпущенных летучих листках стали появляться всякие ужасы о России и Иване Грозном. Что русские дикари, варвары и царь у них вообще ужас. До этого времени как-то вообще Россия, она вообще не присутствовала. В Москве, ну, было что-то там такое. В общем, мало кого, потому что их интересовала жизнь в Европе. А что там это Москва, никого? И вдруг что-то совершенно невероятное. Ну, просто невероятное. Пять европейских крупнейших городов. Огромным тиражом издают вот эти самые листовки. Их читать совершенно невозможно, потому что ты вообще не понимаешь, это люди в каком состоянии писали. Значит, Московия – это страна тьмы. Ей правят, там правят тираны. Значит, у Ивана Грозного минимум 50 жен, как у турецкого гарема. Вообще, турки по сравнению с русскими – это вообще агнецы божии. Потому что в России творится что-то невероятное. Вот я все рассказываю, да, любой нормальный человек слушает. Ну, как было такое, было. Ну, последствия-то удивительные. Мы же до сих пор их имеем вообще, и не только в виде вот этих экономических санкций. Кстати, одним из отцов экономических санкций против России был пресловутый герцог Альба, испанский наместник в Нидерландах, прославившийся своей личной жестокостью. Только за первый год своего наместничества он лично подписал 1800 смертных приговоров. Так вот, в 1570 году герцог Альба на франкфуртском сборе европейских государей предложил не посылать в Москве медь и бронзу, из которой тогда делали пушки, чтобы Россия не стала врагом грозным не только для империи, но и для всего Запада. Русская артиллерия тогда считалась лучшей в мире. Значит, технологии, тогда технологии заключались в очень простой вещи. Это были, в людях она заключалась, да, вот были специалисты, там, строители, там, технологи какие-то. Значит, Иван Грозный посылает, будем так говорить, экспедицию, там, людей, чтобы они набрали мастеровых, чтобы этих мастеровых привезли в Россию и все прочее. Ни один из них не дошел. А те, кто пытались пробиться, их просто на границе поймали, отрубили голову. То есть экономические санкции начали действовать. Россия тогда начинала большое строительство. Возводились первые каменные крепости, типа Ивана Города, на реке Нарове. Развивалась и промышленность. Но своих мастеров не хватало, поэтому приглашали иностранцев. В ответ Россия поставляла в Европу лен, пеньку, но главным товаром было мягкое золото – знаменитые русские меха. Кстати, тогда Запад не решился наложить санкции на русские меха. Это сегодня жена президента США Барака Обамы Мишель поддержала мужа в усилении санкции против России. Запрет на импорт из России мехов, икры и бриллиантов вызвал у первой леди положительную реакцию. Как заявил ее пресс-секретарь, госпожа Обама не носит мех. Видимо, и госпожа-канцлер Ангела Меркель тоже не носит шубы из Баргузинского соболя. Так что сегодня у России есть только один действенный рычаг, помимо ответных санкций на сельхозпродукцию из Европы. А если не будут брать, отключим газ. Иван Грозный тоже решил, что надо все-таки тоже ответные меры какие-то принять. Ну, поставки фруктов и овощей было бессмысленно прекращать, потому что их не было, свое все росло. Вот он сделал по-другому. Он нанял датского морехода, по сути, пирата, фамилия Роде, и дал ему каперскую грамоту. Значит, каперская грамота – это такая грамота, которую выдавали европейские правители могли выдавать вот этим самым пиратам некую каперскую грамоту. Это грамота, которая позволяла, например, английским пиратам топить испанские корабли, а испанским пиратам торопить английские корабли. Ну, а русские, конечно, никому не могли выдать такое, несмотря на то, что здесь тоже были правители. Иван Грозный плевал на все это дело и выдал ему каперскую грамоту. И он устроил фантастический разбой в Балтийском море. Фантастический совершенно. И все эти санкции, они, конечно, были обречены на полный провал, потому что он просто перекрыл Балтику, вот этот самый Роде, со своими вот этими бандитами пиратскими. Государевы пираты, ничего не сделаешь, да, русские пираты, да. Вообще ситуация с санкциями времен Ивана Грозного очень похожа на нынешнюю. Что бы сегодня ни сделала Россия, Запад все перевирает, не замечает очевидных вещей и только усиливает санкции. Украина давно уже забыта или используется только как предлог для усиления НАТО и развертывания антироссийской риторики. Возмущение Америки понятно. Долгие годы Россия послушно выполняла все ее требования. А тут выяснилось, что Россия имеет собственный взгляд на мировую политику и даже, о ужас, смеет не соглашаться с американской позицией и по Сирии, и по Украине. Запад предъявляет к России требования, которые она заведомо не может выполнить. Ну, смотрите, от нас требуют вывезти войска с территории Украины. Но на территории Украины нет российских войск. Поэтому невозможно вывезти оттуда войска, которые там не находятся. Почему Запад предъявляет заведомо невыполнимые требования? Потому что Украина для введения санкций является всего лишь предлогом. Истинная цель Запада – остановить восстановление геополитической, экономической, любой мощи России, как некого противовеса, как другого альтернативного центра силы. Запад и в первую очередь Соединенные Штаты Америки хотят сохранить однополярный мир. Вот их главная цель. Поэтому, как люди, работающие на перспективу, они стараются разрушить, уничтожить восстановление альтернативного центра силы, пока он еще не вошел в зенит своего могущества. Вот истинная причина введения сегодняшних экономических санкций. Само понятие «санкции» возникло в международном праве вместе с уставом олигинации в 1920 году. Известным сторонником Института санкций был тогдашний президент США Вудро Вильсон. Америка смело может считаться чемпионом в мире по введению различных санкций. Только с 1918 года, по наши дни, она вводила санкции более 115 раз против 70 государств мира. Достаточно вспомнить лишь самые длительные экономические санкции, введенные США против маленькой, но свободной Кубы. И что? Да ничего. Вначале помогал Советский Союз, сейчас Россия. Куба живет и развивается. Пусть там ездят на стареньких машинах, пусть живут кубинцы не очень богато, но зато свободно. Вот уже с 1962 года, больше полувека, под самыми строжайшими американскими санкциями живет Куба. Политический строй на Кубе силен и достаточно крепок. И попытки американцев любыми способами расшатать кубинский политический режим, вызвать недовольство кубинцев, приводили только к тому, что на Кубе обращали внимание на совершенно, казалось бы, неожиданные вещи. Например, на систему здравоохранения. При крайне незначительных ресурсах Куба создала лучшую систему здравоохранения в Латинской Америке по меньшей мере. Смотрите далее. Чемпион по санкциям. Механизм большой игры. Вот для чего погибли люди в малайзийском Боинге. Против лома нет приема. Если нет ответных санкций. Европа этого еще не понимает. В первой части программы бой с тенью. Афины против Мегара. Это были самые настоящие экономические санкции. Герцог Альба и ответный ход царя Ивана. Ни один из них не дошел. А те, кто пытались пробиться, их просто на границе поймали, отрубили головы. Или взять недавние санкции против Ирана. Америка устроила настоящий шабаш вокруг иранской ядерной программы. А результат? Ну, ввели запрет на продажу иранской нефти на Запад. Ну, заморозили все кредиты. Но ведь Иран не сломался. Нашел выход. И сегодня остается одним из оплотов сопротивления мировой гегемонии США. Все счета Ирана в американских банках заблокированы. Стране было страшно тяжело. Иранцы политически сдались. Нет. Иран проводит свою линию. Иран проводит и политические, в том числе, реформы. В Иране проходят и выборы, не менее свободные, чем в Соединенных Штатах. Иранцы пользуются при случае благами европейской и иной цивилизации. Слушают и европейскую музыку. Да, в Иране есть свои проблемы. И очень серьезные экономические проблемы. Но все попытки санкциями сломить дух одного из древнейших народов, насчитывающий 3,5 тысячи лет истории, оказались бесполезны. Вообще, как показывает история, введение экономических санкций бессмысленно. А уж в современном глобальном мире и подавно. Уж как не любили на Западе Советский Союз. А все ж с 1929 по 1939 год почти половина всего экспорта США приходилось на СССР. Первый автомобильный завод, первый тракторный, паровозы – все поступало из США, Англии и Германии. За годы первых двух пятилеток почти 80% всего промышленного оборудования в СССР было поставлено из США и Европы. В послевоенный период были ли санкции против Советского Союза? Да постоянно. Соединенные Штаты вводили те или иные ограничения. Запад вводил те или иные ограничения. Ярким примером этого является пресловутая поправка Джексона Веника, которая когда-то была введена из-за того, что советские евреи не имели возможности выехать в Израиль. Но с тех пор все евреи выехали в Израиль, вернулись обратно, некоторые опять уехали в Израиль. Никаких проблем с перемещением людей любой национальности из России по миру не существует. А поправка Джексона Веника просуществовала, собственно говоря, до прошлого года. В ответ на западные санкции Россия запретила ввоз в страну сельхозпродукции из стран ЕС и США. И тут уже сами европейцы почувствовали на собственной шкуре, чем это грозит. Поляки вываливают свои яблоки перед Сеймом. Испанские фермеры – персики. И так по всей Европе. А что Россия? Да ничего. Яблоки в магазинах как были, так и есть. Персики – тоже. Ну а то, что не стало устриц, фуагра, испанского хамона – так ничего, свои отечественные будем производить. Точно так же и при Иване Грозном ответные российские санкции поставили Европу в тупик. Последствия потрясающие. Значит, Европа собралась на очередной, значит, слет и стали писать письма в Москву. Значит, следующего содержания. Что вот Иван Васильевич, что же такое? Ну это же неприлично на санкции отвечать такими мерами. Мы же все-таки европейские люди, как-то надо по-другому все это делать. Ну так Ивану Грозному было все наплевать на все вот эти штуки, то вот это использовалось. Точно так же и сегодня. Многие депутаты Европарламента стали возмущаться ответными действиями России. Какое, мол, вы имеете право ограничивать нас, цивилизованных европейцев? К ним тут же присоединилась и главная амазонка Госдепартамента США Джейм Псаки, которая была готова послать 6-й флот США к берегам Белоруссии, путает Иран с Ираком и вообще стала героиней множества шуток про интеллектуальные способности сотрудников администрации Барака Обамы. Европейские государства совершенно не хотели вводить эти санкции. Они постоянно говорили, что эти санкции не нужны, что они вредны. И первые раунды, если так можно сказать, санкции были абсолютно несерьезные. После этого неожиданно произошла трагедия с малазийским Боингом. И уже западные лидеры под напором абсолютно бездоказательных статей и репортажей в западной прессе и телевидении были вынуждены изменить свою позицию. То есть на самом деле Украина сбила малазийский Боинг по заказу Соединенных Штатов для того, чтобы оказать серьезное давление на общественное мнение европейских государств, что в свою очередь не могло не сказаться на позиции ведущих лидеров этих самых европейских государств. Вот для чего погибли люди в малазийском Боинге. Расследование сошло на нет. Опубликовали какой-то невнятный отчет через несколько месяцев о том, что самолет распался под влиянием внешнего воздействия определенной силы. Ну что это такое? Это любой бы школьник написал такой отчет. А полный отчет о катастрофе будет опубликован примерно через год. Ну что там, собственно говоря, такое год расследовать? Ведь они говорили, что ясность у них есть через пять минут. Виновные назначены, доказательства есть, но так предъявите. Ничего не предъявляют. Информационная составляющая уже отыграла. Санкции введены. Общественное мнение определенным образом сформировано. И поэтому любое заявление, которое идет в разрез с предыдущей истерикой, является нежелательным. Потому что сразу возникнет вопрос. Так значит мы ошибались, значит санкции не нужны, значит давайте их отменим. Нельзя отменять. Нельзя, чтобы напряжение спадало. Поэтому гибель людей откладывается в сторону. Я уверяю вас, никакого четкого и ясного объяснения, кто виноват в их гибели, мы не услышим и через год. Ну ладно, Америка. Американцам выгодно поссорить Евросоюз с Россией. Убытки, которые терпят США от российских контрсанкций, на порядок меньше, чем потери Евросоюза. Цель, понятно, заставить европейцев покупать дорогой сланцевый газ в США и полностью рассорить Европу с Россией. Поддержать доллар и опустить евро. Но вот почему Европа, которая пострадает больше всех, соглашается на ввод санкций против России? Это вопрос. Хотя ответ на него лежит на поверхности. Дело в том, что ЕС ведет сложные переговоры с США о вступлении в зону свободной торговли и, поддерживая санкции, пытается выторговать у американцев необходимые преференции. Европа, которая подключается к санкциям и получает в ответ контрсанкции со стороны России, теперь неизбежно получает через Ассоциацию о свободной торговле удар в спину. В частности, Европа этого еще не понимает, может быть, или понимает, но тщательно скрывает, а я подчеркиваю, что есть и политики-экономисты в Европе, которые уже бьют тревогу. В случае этой ассоциации полетит вся аграрная европейская политика. Это сейчас она от российских санкций терпит кое-какие неудобства. Ну, миллиардов на 40. А будет терпеть на сотни. Может быть, именно поэтому госпожа Меркель так активно поддерживает любую инициативу со стороны США, несмотря на противодействие крупного германского бизнеса, который уже подсчитывает убытки от введенных санкций, несмотря на протесты большинства населения, Германия и ЕС пытаются все сильнее давить на Россию. Таким образом, США вновь захватывает утраченные в последнее время командные высоты в Европе. Германия оккупирована Соединенными Штатами Америки и Великобритании. Присутствуют там еще в небольшом количестве и французские военнослужащие. Может Германия быть независимым государством в такой ситуации? Ведь что нам говорят те же самые либералы и те же самые лидеры западных государств? Когда советские войска находились на территории восточноевропейских государств, то это была оккупация Восточной Европы. Хотя, естественно, они находились в соответствии с договорами, в соответствии с утвержденной схемой расположения войск в рамках Варшавского договора. Единая система обороны. Но это якобы оккупация. А когда американские войска находятся на территории Германии, то это не оккупация. Ну, налицо двойные стандарты. Конечно, никакой полностью независимой политики западные государства вести не могут. Поэтому Ангела Меркель будет отбрыкиваться, отпихиваться от санкций, которые несут реальный ущерб немецкой экономике, до тех пор, пока это возможно. Но когда американцы создают такой яркий прецедент и давят на общественное мнение путем уничтожения малазийского Боинга, Меркель уже не может сопротивляться. Ну, а дальше ей поручают играть в рамках того амплуа, в котором она уже выступила. На самом деле санкции – это просто механизм в большой политической игре. Россия сделала очень простую вещь. Она показала, что в современной мировой политике можно принимать решения без оглядки на Соединенные Штаты. Вот этого они простить нам не могут. Нет никаких сомнений, что даже если Россия выполнит все условия, Соединенные Штаты продолжат разыгрывать украинскую карту и усиливать давление. Кроме того, Россия лишается возможности развивать высокотехнологичные производства, которые, например, позволяют ввести нефтедобычу на арктическом шельфе. Уже сейчас «Эксонмобил» свернула 9 из 10 совместных проектов в этой области. Кстати говоря, эксперты называют санкции «войной за Арктику». Не случайно и Россия развертывает там военные базы. Америка расчищает себе площадку для захвата поставок энергоносителей в Европу. Но и самое главное, что является задачей любых санкций, это смена политического режима в России. История санкций нас учит только одному. Все санкции вводятся не столько по экономическим, конкурентным причинам. Они тоже могут быть. Но санкции вводятся в надежде на то, что ухудшение экономического положения страны приведет к народному восстанию, народному возмущению, к свержению неугодных, в данном случае, Соединенных Штатов режим. Не получается. Страна, где самим себе запретили продавать алкоголь после 22.00, плевать хотела на все эти санкции. Неизвестный блогер. Продолжение следует...